Коллеги, рядом со мной Ирина Федорова, компания «Балтика». Здравствуйте. Добрый день. Вы спикер и модератор нашей прекрасной сессии. Давайте немножко о теме. Спасибо. Я была модератором на сессии, на которой мы обсуждали новые каналы розничных продаж для пивоваренной продукции. Так как я представляю пивоваренную компанию, то мы вместе с моими коллегами пригласили к дискуссии разных участников рынка, которым было бы интересно обсудить возможности для открытия новых каналов. И в частности мы говорили о возможности продажи пивоваренной продукции на автозаправочных станциях и в нестационарных торговых объектах. Вы знаете, я когда готовилась как модератором, у меня не очень большой опыт на самом деле, но я когда готовилась к этой сессии, я думала о том, что, наверное, надо говорить в контексте того, что невозможно и возможно. Потому что есть множество стереотипов вокруг алкогольной отрасли, вообще огромное количество стереотипов, и очень часто дискуссии становятся несостоятельными, потому что люди просто по каким-то причинам опасаются рассуждать о том, что нужно сделать, чтобы развивать алкогольную отрасль, развивать пивоваренную отрасль. А на самом деле это значительная часть и такой контрибутор в экономику страны, потому что мы же потокцизные товары производим, наш вклад в экономику существенный. И я предложила всем участникам дискуссии отбросить шоры, отбросить вот эти все стереотипы и поговорить о том, что давайте подумаем, можно ли дать возможность продавать пиво на автозаправочных станциях, можно ли избавиться от стереотипа, что если ты купил пиво на заправке, ты сел в машину и выпил. Вот этот стереотип о том, что продажа алкоголя на АЗСах формирует пьяное вождение. Чем отличается, да, вот вы пришли на заправку, купили бутылочку пива, или вы заехали на машине в пятерочку, или в любой другой магазин, купили бутылочку пива. Чем ваше поведение должно отличаться в момент, вот, то, что вы взять и в машину, а вот сейчас я и выпью, да, и поеду за рулем пьяный. Такого же, ну, как бы люди это не могут себе позволить и не допускают. И мы как раз и обсуждали, возможно это или невозможно. У нас был коллега, который приехал из Республики Беларусь, где, на самом деле, как выяснилось, это вообще никак не регулируется. И продажа даже крепких алкогольных напитков на АЗС, возможно, и точка автозаправочной станции рассматривается как точка розничной торговли. Потому что в регионах, кроме АЗС, ничего и нет. Никаких других точек розничной продажи, розничной торговли нет. И люди воспринимают это как, даже он нам рассказывал, что у них есть несколько регионов, где на АЗСах прям тусовочное место. Туда молодежь приходит, там можно кофейку утром попить, там что-то вечерком выпить. Потому что все остальное закрыто, например, там круглосуточно. А вот АЗС работает. Говорили об продаже пива в нестационарных торговых объектах, о возврате к продаже пива, но уже не в киосках, потому что время ушло, и вот эти киоски, или там, я из Санкт-Петербурга, вот эти ларьки, это уже несостоятельная история. Все-таки хочется, чтобы нестационарный торговый объект стал возможным каналом для цивилизованной, именно цивилизованной продажи алкоголя. У нас присутствовали представители регионов, которые сказали, что, в принципе, они готовы к тому, чтобы попробовать в качестве пилота в своем регионе сделать вот такой проект и разрешить продажу на заправках и нестационарно-торговых объектах. Но, правда, я боюсь, что это будет небольшое нарушение закона, 171-й федеральный закон не дает им такой возможности. Поэтому, если нам удастся создать условия такие вот законодательные, при которых это будет возможно, и эксперимент такой будет возможен, я уверена, что мы докажем, что такие новые каналы продаж никоим образом не увеличивают нелегальный оборот, никоим образом не создают сложности для наших потребителей, а наоборот, дают им дополнительные возможности. И об этом как раз говорил председатель Ассоциации защиты прав потребителей Петр Борисович Щелищ, и он говорил о том, что надо с уважением относиться к потребителям, надо больше им доверять. Почему бы не попробовать? Да, я помню это интервью, и как раз было сказано слово, что какие-то запреты имеют под собой большую основу, ради чего мы это запрещаем, чтобы от чего-то сберечь людей. Но есть запреты ради запрета, и в какой-то момент мы поняли, что оглядывая весь мир, все запреты, которые есть у нас, есть в разных странах, но чаще всего по одному. А мы собрали абсолютно все запреты, которые существуют на свете, и сделали все у себя так. Поэтому какие-то запреты все-таки нужно отменить, чтобы помочь и людям, и производителям, и продавцам. Да, вы совершенно правы. Вообще регулирование алкогольной отрасли и пивоваренной отрасли, в частности, в России, является одним из самых тяжелых. То есть давление достаточно серьезное, у нас много запретов. Но вот наш посыл у нас абсолютно простой. Чем больше вводится запретов, тем больше создается возможностей для продажи нелегального алкоголя. Если человек захочет выпить, он в любом случае найдет такую возможность. Мы слушали доклад Елены Чо, она представляет Центр потребительского рынка, МГУ. И она интересную вещь очень сказала. Оказывается, я об этом не знала, оказывается, сейчас распространены, как-то она так сказала, типа квартирники. То есть ты приходишь на вечеринку, то есть у тебя есть приглашение в квартиру, где ты приходишь, тебе продают там алкоголь нелегальный, который ночная, потому что продажа ночная алкоголя запрещена. Но там есть точка, куда можно прийти и всегда купить. Я все время представляю, что это какие-то люди, которые вот так вот тебе это выставляют. Не знаю, как это происходит. Просто я к тому, что вот такие вещи, они все равно выплеснутся каким-то образом. То же самое происходит с временем продажи пива или алкоголя. Ночная продажа запрещена. Чем больше ты двигаешь время, вот это расширяешь время запрета, тем больше возможностей для потребителя купить нелегально алкоголь. Можно оставить час в день на легальную продажу. Значит, у потребителя и у продавца, у жулика останется 23 часа для возможности продавать все, что угодно и покупать все, что угодно. Зачем? Государство должно контролировать. А значит, чем больше возможностей для легальной продажи, тем больше возможностей для контроля. Да, еще я боюсь представить, если реально час продажи будет пива в магазинах, тогда мы вот говорили о самозанятых людях, которые приходят в час пик поработать в торговой точке, будет просто в 10 раз увеличен штат людей, конкретно на этот час, потому что будут очереди просто стоять километровые. Запрет ради запрета, о чем мы сейчас с вами говорим. Да, поэтому желаем, чтобы все включили здравый смысл и при этом все запреты были на чем-то основаны и при этом сейчас то время, когда стоит помочь. Спасибо большое. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Он и должен восторжествовать. Мы видели сегодня позицию Министерства промышленности и торговли. Слушаем о том, как наши коллеги рассуждают. Мне кажется, будущее есть. Замечательные слова. Спасибо. Спасибо.